В марте доллар может вновь вернуться к стоимости в 60 рублей. Финансовые аналитики ожидают такого результата после повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы США. Однако рост доллара повлечет за собой падение евро. Таким образом, курс европейской валюты по отношению к рублю существенно не изменится. На 2,4% по итогам 2017 года выросло количество малых и средних предприятий в республике. Численность работников, занятых на малых и средних предприятиях, превысила 75,5 тысяч человек. Лучшие показатели роста продемонстрировали районы, относящиеся к арктической зоне республики. В Алайховском районе количество предпринимателей выросло на 14,6%. В Венобытытайском на 13,3%. В Жиганском на 11,8%. Найменьшими темпами росло количество предпринимателей в южной экономической зоне. В Алдамском на 2,5%. В Мирненском районе на 2,4%. В Ленском и Негринском на 1,3%. Районы восточной, западной и центральной экономических зон также продемонстрировали рост от 1,5% до 7%. В то же время, только меньше половины, 39% предпринимателей республики из 2,7% перешли на электронную отчетность. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Волкова в ходе видеоконференции с муниципальными образованиями по мониторингу оплаты труда. 19 жителей Вилюйска прошли собеседование в Мирненском управлении автомобильных дорог компании «Алроса» в рамках республиканского проекта «Местные кадры в промышленности». Четыре человека приняты водителями категории «С». Они будут работать на строительстве дороги к Верхнемунскому месторождению, которое находится в 40 километрах от города Удачный Мирненского района Якутии. Как сообщили в Республиканском госкомитете занятости населения, условия приема на работу были строгими. Опыт работы на большегрузном автомобиле и навыки его ремонта являлись обязательными требованиями. 25 миллиардов рублей из федерального бюджета могут направить на реализацию новой программы переселения граждан из аварийного жилья, которая стартует в 2019 году. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда содействия при формировании ЖКХ Сергей Степашин. Программу планируется принять до конца 2018 года. Это будет постоянно действующий механизм, то есть необходимости принимать новую программу каждые несколько лет не будет. В регионах на программу возлагают большие надежды. Как сообщалось ранее, Алданский район Якутии, где особенно остро стоит вопрос ветхого жилья, будет одним из пилотных районов для обкатки программы. До 2,5 миллионов тонн в год доведена мощность переработки горно-обогатительной фабрики Инаглинская-1, сообщает пресс-служба Миносток развития. Таковы планируемые итоги текущего года. При этом проектная производительность фабрики полтора миллиона. В прошлом году было переработано 1,7 миллиона тонн, а запустили фабрику в июле 2016 года. Технология предусматривает различное обогащение классов углей. Среднечасовая производительность фабрики на территории опережающего развития Южной Якутии составляет 250 тонн в час. Проводимая Центробанком чистка банковского сектора привела к монополии крупных банков, многие из которых государственные. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета. На долю кредитных учреждений с госучастием приходится уже почти 70% активов. Среди 10 самых крупных банков России 9 по сути являются государственными, сказала Матвиенко. Одним из последствий этого, по ее мнению, стало отсутствие интереса банков к кредитованию реального сектора экономики. Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что активная чистка банковского сектора от недобросовестных игроков будет продолжаться еще 2-3 года. Нам интересен опыт организации регионального и муниципального управления в Якутии, заявил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Чиновник принял участие в отчете органов исполнительной власти в Нерингринском районе вместе с председателем правительства республики Евгением Чекиным. «Мы очень тесно работаем с Якутией, для нас это отличная возможность взглянуть на то, что мы сделали и правильно сформулировать задачи на следующий период. Мы создали здесь территорию опережающего развития, одну из крупнейших на Дальнем Востоке и наиболее эффективных», сказал Александр Осипов. Также он подчеркнул, что Южная Якутия является для Минвостокразвития одним из приоритетов деятельности. 300 миллиардов рублей до 2025 года предлагается выделить на программу развития внутреннего туризма в России, рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. По словам Сафонова, в концепцию программы заложены и другие механизмы поддержки бизнеса, в том числе субсидирование перевозки туристских групп вне сезона, а также меры поддержки, направленные на приобретение автобусов, судов, туристских вагонов. Ранее Сафонов отмечал, что сейчас в России реализуется федеральная целевая программа о развитии внутреннего туризма до 2018 года включительно. При этом уже привлечено порядка 24 миллиардов бюджетных средств и более 67 миллиардов из внебюджетных источников. Малый и средний бизнес сможет более активно участвовать в госзакупках. Это связано с их полным переходом в цифровой формат. Согласно поправкам в 44-й федеральный закон с 1 июля этого года, все госзакупки должны будут проводиться только в электронной форме. В числе самых революционных нововведений законодательства называется отмена обязательного гарантийного обеспечения. Об этом российской газете сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Рачик Петросян. Цитата. «Изначально под обеспечение заявки поставщика удерживалось до 5%, чтобы гарантировать подписание контракта. Поправками отменено это требование для небольших компаний», – сказал ОМ. За последние полгода россияне стали больше тратить денег в магазинах. Средний чек потребителя при оплате покупок наличными вырос на 31% до 675 рублей. Оплачивая покупки кредитными картами, покупатели тратят за один поход в магазин в среднем 970 рублей, но это на 18% больше, чем в июне прошлого года. Исследование провел Сбербанк. Также специалисты этой организации выяснили, что наличными граждане расплачиваются, как правило, при покупке продуктов питания, табачных изделий, слабоалкогольных напитков и товаров для автомобилей. Безналичный расчет используется при приобретении верхней одежды, лекарств и товаров для животных. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.